всем привет на канале НКЭП и сегодня я буду в первый раз для вас снимать видео связанное с историями это новая рубрика на моем канале и я сегодня прям долго хотела снять видео но у меня сейчас жутко-жутко-жутко болели уши слава богу все прошло надеюсь что они не разболятся и пока у меня есть возможность я снимаю для вас видео сегодня я буду выпивать водичку вы тоже чокайтесь но я только что это сделала чтобы чокнулись своим каким-нибудь чоком что-нибудь себе приготовьте заварите или просто как я налейте водички так что я буду выпивать водичку во время видео и сегодня я для вас буду рассказывать истории из моей жизни они будут как какие-то неловкие так и какие-то стрёмные какие-то смешные некоторые истории будут связаны с моими друзьями и я просто не буду назвать их имя короче если вы будут против то простите итак первый раз снимаю такое видео но я надеюсь что вам понравится мне принципе так уж и нам каких-то интересных историй из жизни я постаралась вспомнила какие-то истории и сегодня буду для вас рассказывать их начнем мы наверное с такой лайтовой хотя в принципе у меня нет особо каких-то тяжелых историй это немножко странная история которая связана не знаю чем ее можно связать в общем так мы с подругой пошли в наш сельский магазин просто для того чтобы купить какую-то мороженку по дороге принципе все было норм кроме того что постоянно лаяли собаки со средних дворов и моя подруга которая очень любит собак не подходила и меня это всегда пугает потому что лично я опасаюсь собак серьезно даже если она вот такая все равно мне немножко будет страшно в общем это не важно мы дошли купили чего-то спокойно и пошли уже обратно идем мы такие и я вижу там какая-то стоит машина припаркованная я не разбираюсь вообще в марках машин но это что-то типа жигулей что-то такое на вид вот и там открыта дверь машине сидит какой-то чувак мы такие идем идем и мне уже становится стрёмно я такая говорю что подруги пошли быстрее а в этот момент она такая поет песню да она поет песню потому что мы часто прикалывались разговаривали вспомнили песню и она такая поет типа калли че-то халли-галли что-то там пара тропер нам с тобой было супер супер 8 в общем она такая поет и такая пошли быстрее она продолжает петь и идет как обычно такая говорю еще раз пошли быстрее и мы уже потихонечку я выбилась вперед подальше от нее чтобы она как-то потянули за мной потому что я хотела как можно быстрее пройти эту машину уже почти проходим и тут она библикает я просто начинаю бежать потому что у меня такая психика и я просто как бы лучше лишний раз пробегу с чем что-либо случится она конечно после этого ржала но такая история вот кстати это не первая история где я просто тупо бегу мы как-то гуляли в Литкарина хотя я там редко гуляю с моими одноклассницами и еще с двумя чуваками которые там рядом живут они на класс старше и мы что-то там играли в стой замри типа такие идете идете и идущие говорят стой и ты останавливаешься что-то играли уже вроде перестали и навстречу нам будут какие-то пьяные чуваки они такие реально пьяные и мы уже проходим их и они нам свиснули они такие мои друзья спокойно продолжают идти но а я же этим испугалась и я просто рванула и естественно они тоже опять ржали ну такая я если вы вдруг будете со мной гулять и я побегу неожиданно то это моя психика и да я надеюсь что вам не очень больно слушать мою речь но я стараюсь ее развивать и рассказывать более-менее нормально на камеру итак следующая история будет смешная она произошла со мной а с моим одноклассником и не буду называть имен потому что я не знаю насколько он отнесется к тому что я рассказала это видео простите что ли в общем это был уже конец мая конец учебы в этот день мы должны с классом пойти в лес на шашлыки мы вообще каждый год почти в конце ходим в лес на шашлыки чтобы отметить окончание года это было охрененный день все было вот так вот но в общем безумно просто все было вот так вот и я хотела снимать влог и я его снимала но собственно говоря вы заметили что влог я так и не вышел на моем канале потому что я случайно удалила да я так умею делать случайно удалять в общем я снимала почти все подряд чтобы больше было материала во влоге и перед уроком литрин на перемене я также снимала в общем наш учитель сказал что можно заходить в класс а сама пошла отводить в какой-то кабинет на какой-то урок своих первоклассах и мы такие заходим но зашли в класс не все а наверное человека 4 заходим что-то прикалываемся веселимся и этот мой одноклассник тоже стал как-то прикалываться что-то там делать смешись короче нас я это все снимаю чтобы было хоть немножко чего-то во влоге смешного и тут он такой просто ложится на парту и по приколу начинает типа чтобы по ней лечь теперь ползать на другую парту вроде бы и он такой лезет-лезет и он уже как бы лезет все еще и тут в класс заходит учитель и остальные наши одноклассники а он просто тупо падает с парты конечно все было смешно тем более то что я это сняла на видео потом я показываю его весь день тем кто видел этот момент одноклассникам и друзья дэм я такая злая да ну я до сих пор помню эту историю я наверное буду снимать где-то по 10 минуты рубрика но это не важно и следующая история произошла со мной относительно недавно где-то дня три-четыре назад и она просто неприятная история которая произошла со мной с моей подругой но как бы меня немножечко обошла стороной чуть-чуть совсем а мою подруга все-таки наградила по полу так скажем в общем у нас сейчас стоит жаркое лето и я занималась своими делами и потом мне подруга пригласила сходить на речку я согласилась мы пошли вместе с ней и ее мамой и тетей на москву реку на мосте где мы рыбачили кстати влог с рыбалки можно смотреть на моем канале все было супер мы купались все было классно делали фото в инстаграм и мы уже собирались уже уходить а к тому времени ее тетя уже ушла стали собираться и какие-то не очень умные люди на водном мотоцикле чисто для того чтобы поржать или не знаю чтобы как-то обратить на себя внимание делают следующее они на своем водном мотоцикле специально очень-очень близко к краю этого мостика на котором мы сидели где лежали все наши вещи плотенца а мои подруги еще и на плотенце лежал телефон приезжают специально близко к этому мостику ну а поскольку это вот мотоцикл от него идет волна и волна причем нехилая потому что они были очень близко к нашему мостику и естественно она прошлась по нашему мостику такое же с нами было когда мы рыбачили но тогда эти не очень умные люди проехали не так близко до нас просто тупо долетели брызги и у нас особо-то много вещей не было мы уже собираемся тоже уходить а в этот раз как видите они проехали очень близко естественно от этой волны которая была вот такая примерно были брызги она полностью прокатилась по этому мостику так с такой силы что даже я немножко пошатнулась она обрызгала полностью циполку моей подруги которая в этот момент стояла ближе всего к мостику на меня долетели только брызги хотя шорты все равно были мокрые и часть фиболки но самое интересное то что намокли важные ценные вещи меня к слава богу это обошло стороной так как я брала с собой исключительно телефон ну и какие-то другие вещи типа полотенец но полотенца я потом просто высушила хотя они тоже были насквозь мокрые у меня куда-то там отлетели даже мальсланцы я боялась что они уже утонули в общем это не важно но мои вещи все взаимо были в сумке и мой телефон также был в сумке и в еще одном чекле да так что единственная сумка куда-то там прокатилась явно была не на том месте где она стояла и она опять так же намокла и куда-то отлетела и фиг знает куда да это ужасно слава богу она не попала ну не упала с края этого мостика иначе по ныряде было все мокрое потому что она не была закрыта на замок в общем у меня с телефоном все отлично и с наушниками тоже я их также брала все супер но телефон моей подруги как вы понимаете был полностью намочен этой волной так как он просто тупо лежал на этом полотенце я надеюсь что все уже хорошо это действительно реально все супер с телефоном единственное что-то там с динамиком у нее она не сама говорила в общем такие дела но это было крайне неприятно потому что они ржали они это сделали специально и у нас могли быть какие-то еще другие ценные вещи на этом мостике они тупо их облили и они сделали за два раза специально близко проехались и мы даже вызвали полицию которая вроде надеюсь что с ним разобралась все так я хочу вам рассказать небольшую неудачную историю которая также произошла в школе в этом году в этом классе так же как из падения спарты это моя неудачная история надеюсь она поднимет вам настроение напишите в комментариях если вы улыбнулись хотя не знаю насколько это будет весело в общем в этом году у нас литературу вела наша бывшая учительница изначально школы что было достаточно клево и естественно в этом году она взяла после того как она вас выпустила первоклассник и самое обидное то что с приходом первоклассник в наш класс поставили кулер и сменили шторы в общем класс стал вообще клевым таким вообще супер клевым вес да это было обидно потому что был бы классней если бы это поставили когда мы были в четвертом классе ну неважно в общем поставили кулер у них все там зашибенно они могли пить когда захотят сколько захотят воды да и мы немножко им завидовали то что у них есть кулер но собственно говоря да и как-то раз на перемене перед литературой около этого кулера нам учитель сказал что типа если вы хотите можете попить только если у вас есть какой-то стаканчик и она пошла отводить своих детишек в мини ТЗО который был на первом этаже но это не важно в общем я такая классно сейчас попью водички подумала я нет у меня не было стаканчика у меня был с собой иммунели которые я просто тупо быстренько выпила и у меня естественно осталась небольшая баночка от уммунели и я подумала что у нее можно налить как раз водички из кулера и попить я такая думаю да я сделаю это и все было нормально сначала я такая наливаю 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 а поскольку как бы баночка непонятно я не знаю сколько там уже набралось и в какой-то момент просто уже начинает течь через край и натекло довольно много я такая уже включаю быстренько и у меня часть еще выливается плюс из баночки и так я думаю боже мой потому что все накапало на пол и это было довольно сильно заметно что мы получили на капло это когда мы все-все-все-все какие-то нафиг эту бутылочку и бегут за финансовое место начинается урок и такая учительница спрашивает типа а чего около кулера вода налита кто-то попил что ли неудачная такая говорит типа ну да я мне реально было очень стыдно потому что блин как удачно могла сделать только я да уж и мне просто дали в руки и я вытерла пол около этого кулера теперь я к нему больше наверно не подойду близко в общем на этом это видео заканчивается и что вам понравилось данный ролик понравился подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите свои комменты оцените рубрику и да я не знаю как вам данное название если вас какие-то мысли есть в воду то вот можно назвать озвучите их комментариях и всем пока пока а